Снова здарова дамы и господа, с вами Роман и канал Фрисенгеймса. Мы вернулись в ранчо. Значит, прилетела у нас небольшая обнова. Версия теперь 0.431. На самом деле ничего интересного. Хотя, вот опять же, если посмотреть в нижний правый угол, то там иконки слились вместе. Там и бензобак, и рука, и чего там только нет. Игра считает, что я сижу в машине. Интересно. Ну да ладно. Сегодня у нас что? Сосисоны. Сосисоны еще не готовы. Сыр у нас чуть-чуть, чуть-чуть, самую малость не готов. Здесь быстро пытаюсь в курс войти. Опять же, вкус в курс, там уже не суть важно. Время 16.30. Не помню, корову я доил или нет. По-моему, нет. Хотя, может и да. А может и нет. Надо еще одну корову купить. Правильно писали в комментариях, что надо брать еще одну, чтобы не было дефицита молока. О, какие свиньи толстенькие. Прям вообще хорошо. Слушай, возможно мы их сегодня забивать будем. Это не точно, но скорее всего так оно и будет. Нет, ты видел, но они просто колоссальных размеров. Что, все? А, не то. Не то улететь удернул. Сейчас, подожди. Ага, все, теперь нормально. Поехали. Да ты посмотри, какие они здоровенные. Ну куда им еще больше расти-то? Все, они уже даже передвигаться-то сами не могут нормально. Пора их отвозить, значит, на убой. Сейчас поставим сыр и поедем. Денег срубим просто неимоверное количество. Наверное. Так, ты сюда. Дальше мне надо одну кокушку какую-нибудь. Любую абсолютно. Давай вот эту. Главное проверить, чтобы оно было не оплодотворенным. Вот так. Хорошо. Тогда пойдешь в блюдо. На. Ты сюда. и готовится. Блин, ну тогда только так. Отлично. Значит, смотри. Мы сейчас поедем. Денег у нас 122. Это очень мало. Но, учитывая, что мы сейчас зарубим всех свиней к херам, возможно еще... А, слушай, мне там под одной из серий, по-моему, позапрошлой, если я не ошибаюсь, писали, попробовать повзаимодействовать с антенной, чтобы узнавать там список покупок в магазине. Нет, 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 нет. Она, скорее всего, для заданий, потому что здесь есть видишь здесь есть задание главное побочное завершенное но завершенно это чисто обучение вот поэтому вполне вероятно что она нужна для получения заданий вряд ли для того чтобы узнать что в магазине сейчас покупают и по какой цене готов сырок сырок мой готов опача так этим еще долго 78 23 49 до блин сосиски очень долго готовятся прям реально говяжьи сосиски очень долго готовятся тогда что 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 и еще раз что в канистре есть бензин блин у немного есть где мой кулер кстати а вот он поехали поехали посмотрим что где и как пока мы ездим надеюсь дорастет до конца у нас колбаски вот вернемся обратно сейчас посмотрим что можем мы продать по какой цене потом вернемся обратно посмотрим колбаски я думаю что мы все-таки еще одну ночь пропустим и по утру следующего дня поедем продавать свиней ну что они реально просто уже нереального размера возможно кстати я не читал список изменений вот к этой версии 0 433 31 но там обновление но маленький то ли на 9 мегабайт то ли на 22 мегабайт она может реально сделали свиней побольше потому что такими жирными они еще не были никогда я помню когда у них было три подбородка но эти были маленькие три подбородка здесь приму подбородище вот этот подбородок еще один поросенок поместится если что все стой здесь никуда не уезжай так свиная сосиска нету мы свиней еще не били яйцо свинина понятно у меня ничего из этого нет сыр голубая плесень голубая плесень с яйцом говяжья сосиска подожди а там свиная же по моему на свиная сосиска понятно ладно тогда вернемся завтра о не погоди я машину покрасим а так гляди в какой цвет мы хотим во первых насыщенность надо на максимум и яркость тоже выкрутить на максимум у персик а чё фары тоже красятся на блин слушай ну мне вот что-то типа вот такого нравится пусть будет ну-ка фары смотрим а это она отражается ну короче фары тоже красятся если что поехали домой отдохнем и поедем уже продавать свиней в огромных количествах там нас их сколько пять в прошлый раз мы продавали вроде как четыре и заработали на этом если я не ошибаюсь два с половиной косаря но они тогда были чуть поменьше сейчас они просто очень огромное просто колоссальных размеров серьезно вот если я сейчас возьму свинью отвезу ее к медведю то мне кажется медведь будет меч слушай а медведь может загрызть свинью ну так в теории давай проверим во первых сравним заодно размера и проверим может ли он загрызть свинью или нет так чего у нас по еде вода еда есть хотя воды можно еще дабы тут еды нет серьезно блях а у меня тоже еды нет вы как там живые почему у них хит бар не показан вот это вот здоровье все остальное как 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 понять а ну нормально ладно значит до завтра потерпят идти же пассатижа вот это конечно херовенько сейчас может быть ну-ка водички мне дай опять же можно на воде немножко типа пожить ну типа там диета все дела блин ладно 8 часов надо идти спать а ночью нас в любом случае ничего не происходит как мы уже выяснили за ночь производство никак не ускоряется то есть она в основном происходит днем в определенное время да слушай сосисоны какие-то готовы три штуки точно все хорошо тогда помчали спать нечего нам тут больше делать зажмите и чтобы спать хорошо проснись и пой как говорится поехали дальше что нам надо забирать сосисоны где наши кулер 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 сюдыть там по идее должны уже были подоспеть немножко так ты сюда ты сюда ты сюда ты сюда а вы чё ладно пойду тогда пока корову подаю мне же еще одно ведро было нет нет это две кастрюли покупал ведро я одно купил на 2 ведра купить ух свинки поросятки поедете вы со мной сейчас куда-нибудь на мясобоинку охренеть их тут прикинь таких штук 20 сюда они же реально вам бар наверно не влезут надо будет как-нибудь проэкспериментировать мы правда замучаемся потом таскать потому что перевозить их можно максимум по четыре штуки прикольно какую сторону мне теперь можно выйти так бренка ты ты чего вы все здесь столпились я не понял о хорошо дождя куда я молоко понес у меня же получается этого же нету как его плесени так значит значит мне это не надо об колбасятина готова об колбасятина готова все кулер забили можно отчаливать сейчас мы побыренькому сюда свиней закинем возьмем 4 свиньи отвезем их на мясобойню быстренько заработаем бабу лосиков посмотрим что вообще денег там получится у нас и пятую наверное свозим все-таки сравним с медведем слушай мне кажется она с медведем прям будет вообще одного размера но может чуть-чуть поменьше так а здесь я получается никак не могу зайти серьезно а хрюшка для загрузки крупных смысл ай там же кулер стоит твою ж мать почему он кулер кстати называется это же холодильник вроде как нет чем кулер то так ты пошли сюда есть контакт следующая прикольные такие слушай давай 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 двигай телом зажигай есть и последний хряк но ты пока поживешь но бляху ты посмотри по отношению с буренкой какого размера ты это свинота так подожди ну ка свиньи о тянули бака значит нормально открыть багажник нет как то можно сесть машин уже отсюда о хорошо помчали нам куда надо мама в автомагазин нет не в автомагазин в обычный магазин если мы в обычный магазин успеем съездить до 12 то мы тогда или до скольки там до 12 или до часу то мы успеем посмотреть первую партию товаров и вторую партию товаров а еще мне надо купить пшена потому что пшеницы жена короче еды для курей потому что они с голоду подохнут у меня во втором курятники совершенно нет еды только бы успеть это еще сделать а почему здесь полный бы а да мы же съездили заправились эти же пассатижи мне вот интересно а медведь то все-таки может убить хрюкалку или не может но серьезно он будет на нее нападать или он будет нападать на нас а ну иди сюда ну а так ну свинки чё сорян тогда да твою ж мать еще раз делать все это на разделать все это добро на на 1 2 3 4 уже неплохо хороший кадр должен быть по идее как 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 же мне тебя теперь сфотографирует так чтобы не было всех этих надписей всего стыкну а вот так не очень хорошо ладно я их потом вырежу пойдем продадим посмотрим через что из этого получилось здрасте так продать они не только 104 куска свинины нехило на 3000 шикардос 3120 3120 погоди тогда чтобы так сказать не было убытка мы сразу купим 1 2 3 4 раз-два-три-четыре-пять-шесть отличненько пневматический пистолет я не буду покупать чуть снег хера себе вот говори что это для того чтобы гуманно забивать животных ну как бы соглашусь да ладно согласен экономия патронов тоже есть такая фигня но когда наступит эта экономия патронов 425 долларов стоит пистолет патроны стоят по сколько там по 40 за 24 патрона когда у нас наступит экономия то через 240 выстрелов это не экономично вообще ни разу на долгосрочную перспективу может быть но мне кажется мы 240 выстрелов не сделаем ни при каких обстоятельствах я не знаю сколько надо это играть чтобы 240 выстрелов сделать это конечно если у меня математика такая плюс минус правду математика у меня всегда хромала так давай сюда еще один мешок где-то должен быть вот он одиннадцать блин одиннадцать пятьдесят девять не успели не успели на первую партию но тогда что тогда мы спешить не будем мы сейчас едем домой выкидываем свиней кормим курей аж почему тебя так заносит а кормим курей и что ну и тогда уже едем дальше а колень спокойно я вообще не знаю деньги то в принципе есть можно как вариант купить электрическую мясорубку как было сказано дичь вообще нельзя перекручивать хоть в электрической хоть не в электрической электрический вот этот сосиска делательный аппарат там там сосисочный шприц или как он правильно называется вот либо либо все-таки на кармин на накопить на нормальный дом я больше склоняюсь если честно ко второму варианту и к вариант можно просто сейчас на все бабки накупить свиней м свиноты жестко много дофига и больше раду цыплят бегает вот и и вполне вероятно что хватит нам на дом за девять пятьсот почему бы нет потому что у нас четырех свиней получается три тысячи сто двадцать на секундочку она три тысячи сто двадцать мы можем купить 10 свиней но правда уже не можем потому что я еще чуть-чуть на курей потратил но в любом случае это очень выгодно наверное так и сделаем только бы этих четверых не забыть выгрузить а то они у меня тут с голоду помрут и пару мешочков пока оставим на всякий пожарный раз и два не понял а вы какого пляха я ворота не закрыл твою мать кабанидзе куда ты буренка убежала сразу убежали куда-то давай 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 копать она еле еле в ворота залазит умещается так ты пойдет пойдем со мной пойдем 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 я не помню она пролазит здесь нет вроде она то пролазит это толстая свинья не пролазит да все хорошо стой тут поехали маленьких выгрузим 3120 104 куска это поскольку по 26 кусков получается 4 на 125 20 25 плюс 4 на 1 это еще по одному ну да 26 кусков это максимальный рост насколько я помню пусть больше прям вообще не никак да ты вытаскиваешь их почему-то почему сюда давай заходи вот все уж не будете тут выходить бляха того чё таки упоротые кровочью поперлась иди сюда залетай быстрей но примите как-то надо вытащить аккуратно просто грузовик отодвинул крепкие ворота у меня однако все тут гуляй зря кулер с собой брали но я сразу обоих выгружу блин за одной придется побегать малеха давай 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 опа а я могу с помощью тебя на забор если типа сначала на тебя нет ладно иди сюда свинотка там твои ниф ниф и наф наф сидят не скучают по тебе ну все фактически мы сейчас вернулись к тому с чего начинали то есть у нас опять же 5 бляха 5 хрюшек ну а 4 еще конечно же не вреда ну что такое отойди а то застрелю не успеш вес набрать да ну и ти же пассатижа как же вот это конечно свинство блять вы можете не выходить каждый раз как ворота открывают или нет не хрюкай заходи заходи твою ж мать блять пойдем вокруг кижин бесячий а серьезно не ну порой это реально раздражает вот как сейчас например все стой здесь падла так еду еду и все мы делали поехали поехали в бургерную я вообще по факту не знаю как бы есть вариант конечно же не ловить эти множители просто тогда какой смысл вообще потому что это это покупают в бургерной и в магазине покупают то есть мы можем продавать и там и там прикол бунт бургерной как раз таки исключительно в множителях но ездить туда реально неудобно это получается два раза в день надо сто процентов туда ездить проверять чуть-чуть неудобно знаю что я еще хотел сделать я хотел свозить грузовик в автосалон потому что для него вроде как появился тюнинг в том плане что можно поставить на него холодильник имеется ввиду чтоб там сырые вот это все перевозить и оно не портилось потому что как я понимаю оно портится для этого то нам кулеры нужен ну еще для удобства перевозки конечно а ну говядина молоко курица у меня ничего из этого нет блин это как это ты сыр обратно положи так реально очень проблематично множители ловить надо что-то с этим делать опять же другая история не но это надо сейчас грузовик взять и посмотреть просто если хранить все сырые колбасы в холодильнике в холодильнике который в грузовике то как мы может это тогда будем перевозить свиней опять же можно купить два грузовика интересная мысль серьезно почему бы не купить два грузовика ведро у меня не здесь да ну ладно потом тогда буренку подоим поехали в ауто магазин это нам сюда я уже метку по привычке ставлю хотя знаю что надо доехать до железной дороги просто ехать по железной дороге по железным путям тогда мы по железнодорожным путям извиняюсь тогда мы доедем туда куда надо блин серьезно а что если если реально два грузовика заиметь один для перевозки скота а другой чистый рефрижератор мне кажется это будет очень удобно я тебе сейчас постараюсь объяснить смотри умножить или меняются два раза в день но ассортимент очень большой и мы можем весь ассортимент просто изначально готовить и складывать грузовик и по необходимости уже периодически туда ездить и привозить сразу много потому что как ни крути в кулере мы можем привести максимум 12 позиций изготавливать одну самую дорогую позицию невыгодно в том плане то что неизвестно когда она попадет в продажу так лучше а подожди а нету серьезно нету как нету так было же я считал что-то подобное блин не серьезно нету никакой кнопочки из скрытой по тайной о чем прикол не ну так не интересно я уже тут за рефрижератор уже начал как бы думать чего куда зачем так давай еще раз тогда с техникой ознакомимся ну это понятно две свинульки мало 2 мало 4 свинульки или 4 коровы а в прицеп сколько влазит блин на фри рефрижератору не бывать очень 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 плохо тогда ладно делаем тогда следующим образом сейчас мы поедем затаримся еще с венотами где это мне сюда еще четыре штуки купим точно а на сдачу а на сдачу а на сдачу что еще можно купить мне кажется что лучше всего вложиться в свиней потому что у меня одна в любом случае уже выросла здрасте ее надо уже продавать следовательно найду твою мать подожди а мы этого не находили доселе да ладно или находили прикол охотничий домик хочу ладно поехали а чем это вообще она у меня 1700 4 на 3 это у нас 1200 1200 плюс мы еще одну свинью продадим слушай так у меня наверное все десять как раз и получится свиней офигеть мне бы их еще каким-то образом прокормить здравствуйте я опять к вам за покупками так раз два три четыре и 1200 больше у меня не влезет в принципе при всем желании электрический колбас точно вот эту хрень 1660 ну вот деньги закончились 1660 давай мы знаешь что еще купим пшеницы еще и еще корзина корзина оплатить все бабок нет неплохо так затарились перевозить животное перевозить жил для перевозить животных получается даже открывать не надо чтобы животное перевозить даже не надо открывать фургон тебя тоже перевозить все всё здесь все здесь отлично немножко еды ядовито-зеленый цвет сколько мешков купил 3 я не помню просто это сюда а кулер я же оставил я думал потерял его и и не понял так я же две плесени покупал разве нет подожди а я не 2 что ли плесени покупал у меня на плесень кинули 1200 до 1200 до 230 1430 1500 1430 это сколько получается 1663 мешка смысле верните мне еще одну плесень алё где еще одна моя плесень ты чё скотина бляха и в этой игре меня начали на бабки кидать да вы чё почему в каждой игре обязательно надо кинуть меня на бабки что ты этот этот что флешмоб какой-то это такой прикол да нихуя не весело ах ты ж ёптель серьезно вот она где и что она упадет нет она даже и не думает падать а как мне тогда доставать оттуда а нет слушай потихоньку ерзает ну давай 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 слетай только так чтобы видел куда тихо стоять 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 где 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 все хорошо нормально живем не живем нет смотри умудрился положить все поехали домой да вот это конечно бодро блин корову не купил а ну опять же я еще одну свинью продам подожди у меня и сейчас получается 8 и 1 на убой то есть как бы она не считается раз у меня по факту 8 свиней если я еще одну продам хватит ли мне еще на две свиньи или нет он что-то сообразить пока не могу чем место погни стали зеленую ну куда ты спать увалилась пошли давай санты цветы смотри какая толстая наш блестит бляха куда ты все здесь живи теперь их могу так всех выгрузить теории так а вы друг в дружке пункт нет а где еще 2 ладно заходи чувствую себя как дома главное большую не трогай то она тебя сожрет блин я же еще коровы не подаю издаильный аппарат нужен определенно не серьезно представить человек захочет разводить коров купить себе 10 коров он же заебется дает их постоянно постоянной основе тоже нереально 10 коров продавить просто весь день будет уходить на то чтобы продать 10 коров да да по любому так и будет сюда иди тоже сразу наверное в кормушку закинем у нас там есть по одному пакету запасного сюда наверное даже два можно мешка закинуть как раз у меня там 3 остался он же сюда 2 и посмотреть что поеде у свиней акулером правильно написали в комментариях им можно пользоваться как чемоданом грубо говоря потому что когда он пустой туда влазит 12 предметов 30 баксов а мне есть у меня недостаточно денег все извиняй пойдем тогда буренку покормим выкинем сейчас плесень ой не покормим по подоим выложим плесень поставим сварить сыр вот а свинью с медведем уже наверное сравним следующей серии потому что это надо реально на грузовике ехать сейчас ночь а утро наступит это опять одних да и там туда-сюда есть быстро в магазин узнавая если множители или нету то есть мы тупо просто-напросто не успеем вообще по факту получается не то чтобы не очень нет не то чтобы неудобно достаточно таки реалистично в том плане что у тебя выбор либо ты занимаешься хозяйством либо ты ездишь продавать товар то есть уже делается больше упор в игру все таким в командную игру и это с одной стороны плохо потому что вот если я хочу в соло поиграть да то как мне с этой всей ситуации выкручиваться ебать ты здоровая даже пройти всерьез через нее перепрыгнуть даже невозможно прикинь так вставай хватит спать корова наверное в шоке прикинь спит себе спокойно два часа ночи приходит какой-то хер и начинает ее дергать ну все 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 да ёптель будешь реально прицеп купить или пока нет так сюда что мне еще надо тебя сюда подожди ты сюда 26 кусков поскольку у нас там эта хрена тени может мне лучше вторую корову купить где яйца не серьезно как думаешь может 2 корову лучше купить у меня тогда проблем с молоком не будет показал что мясорубка тоже начала светиться так ты тоже идешь со мной на корову должно хватить в теории об нормально так есть и ты сюда о еще два сыра неплохо хочу свет не включили но здесь же продукты по идее не должны портиться никак вообще по ходу срока годности нет у ее ее а сыр ты весь готов это если не дождусь множители то у меня получается тупо полки все будут забиты что сыр ты реально все как бы ну половина полок то уже забита как то так слушай нужен реально большой дом потому что в большой дом больше влазит всего было так написано по крайней мере в обновлении ладно пойдем заканчивать короче давай сразу план на следующую серию построим мы делаем что что мы делаем везем последнюю свинью сравниваемые с видами свиньи с медведем убиваем продаем покупаем если хватает корову пиши в комментариях все-таки корову или нет если корову то делаем максимально много сыра и будем его уже продавать наверное как бы стараться попасть на множитель но в случае чего будем продавать без множителя то есть у нас будет склад которому нас все это будет находиться я не знаю где нибудь придумал здесь в спальне вот прям сюда начну вот здесь буду сыр складировать здесь здесь вот единственно что его грузить будет неудобно по одному бруску либо кулеров на покупать слушай ладно надо это все подумать в общем подписывайся если интересно жду тебя в комментариях ставь лайк если понравилось большое спасибо что посмотрел с тобой был роман и до новых игр подписывайся на канал подписывайся на канал подписывайся на канал Субтитры сделал DimaTorzok